Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Про любовь и чайник. Поздним осенним вечером. Чего? Смотри. Муж Василий. Всем здрасте. Пришел домой весьма под хмельком. Пришел домой. Голова его не слушалась. Как не слушалась голова? Но голова не слушалась. Голова светлая. Язык заплетался. Не болтает. Но разум. Ключи мозги. Еще работал. Я умничий. Жена графена. Так, сад по башке. Какая-то вредная сад по башке. Убила бы. Вышла из спальни встречать мужа. Ты же не вышла, а уже убила бы. Убила бы. В это время на кухне закипал чайник. Про меня не забудьте. Это чайник, что ли? Он тихонько посвистывал. Но на него никто не обращал внимания. Василий. Всем здрасте. Принял позу мужика мученика. Мученика. упустил глаза и переминался с ноги на ногу теребя подол своей рубашке жена графина взяла в руки сковородку так ребят выслушайте здесь есть слова другие замахнулась ей но в последний момент передумала вообще а графена вела себя очень странно глаза и и бегали в разные стороны но как где глаза бегают разные стороны понятно она нам в туалет хочет она суетилась ну как как-то чувствовалось что ее разум что-то волновало чайник на кухне кипел настойчиво свистел и даже начал подпрыгивать на плите но на него никто не обращал внимание василий 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 здравствуйте все господи напряг свой уставший разум ключи мозги и стал рассказывать о графине убило бы о том что о том как шеф 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 поедем вину бабы дуры не отпускал его с работы клялся в любви эти люди еще говорят о любви но я их завидую жена графина смотрела то в головы глаза своего мужа василия василий всем здрасте то на сковородку нету в жизни счастья то в сторону балкона там занято а в это время на балконе там занято стоял абсолютно голый шеф василий василия все бабы дуры он слушай что он делал он закрывал мужские достоинства сковороды ну-ка своей харизматичной личности двумя ладонями двумя двумя закрывал ну-ка и дрожал от холода и испуга ну-ка как он дрожал молоко открыть чтобы достовернее достовернее чайник про меня не забудьте на кухне продолжал кипеть шумно свистеть и подпрыгивал на плите на но не он по-прежнему никто не обращал внимания кто будет кипеть шеф шеф бабы дуры дико вращал глазами ну-ка глаза покажи как ты им дико вращаешь да не головой глазами пытаясь придумать как ему выкрутиться из сложившей щекотливой ситуации его разум включи мозги отчаянно работал соседка Клавдия еще настоящего мужика зашедшая в этот момент в гости к аграфене убила бы меня услышала шорох на балконе Клавдия еще настоящего мужика взяла первое что попалось под руки это была сковородка сковородка нету в жизни счастья и вышла на балкон с грозным видом ну-ка нам грозный вид покажи сюда шеф ну-ка сюда маленько выйди испугался ну покажи испуг упал на колени на свои пробормотал что-то про любовь баба дура и попросил приюта ну-ка попроси так ну-ка сюда попроси а то мы не слышим я скажу приюта попроси у соседки приюта возьми меня дабы не скандалиться Клавдия еще настоящего мужика присмотрелась к шефу ну-ка присмотрись во всех местах потом прислушалась к своему разуму включи мозги и дала добро добро кто у нас? ты? нет, нет, дала добро отдала добро отдала добро так, велев шефу шефу она сейчас повелела шефу шефу велю тебе перебраться на соседний балкон который вел в ее квартиру шеф приободрился прибодрился и полез целоваться к Клавдии еще настоящего мужика заверяя его в своей вечной любви и эти люди говорят о любви три раза к Клавдии не будем вдаваться в подробности чем закончилась эта история в семейной жизни много чего бывает но мы вас убедительно просим не забывайте пожалуйста про чайник на кухне про меня не забудьте аплодисменты всем довольны сковородка